Застройку «Золотой мире» участники инициативной группы референдума накануне обсудили в редакции газеты «Комсомольская правда» в Благовещенске. За круглым столом собрались общественники, представители Благовещенской администрации, строители и специалисты земельного управления. Обсуждение длилось более часа. Как заявили представители инициативной группы, провести референдум они решили из-за недостатка информации о застройке набережной. В интернете идет активное обсуждение застройки этой территории частными коттеджами и элитным жильем. Между тем сама она даже еще не намыта. Отсутствие информации от органов власти о том, что же дальше будет. Мы пообсуждали, прошло почти год, по полгода. И все, и умалчивание идет сплошное, а что дальше будет. Поэтому все вот это умалчивание администрации о перспективе развития данной части города приводит к тому, что появляются различные домыслы, в том числе о том, что там будет жилье. Глава муниципального образования Благовещенск Владимир Хобелев разъяснил, что участок от Шевченко до Театральной, согласно плану генеральной застройки города, предназначен только для работ по берега укреплению, парковых зон и бульваров. Финансирование стройки идет из федерального бюджета на конкретные цели, к которым жилищная застройка ни в коем случае не относится. То, что я вам перечислил сейчас, вы со мной согласились, что это культурно-парковое, как бы в вашем названии, да, а в нормативном документе называется правило землепользованной застройки Р1. Вот на сегодняшний день, с 2008 года по 2012 год, вот эта территория находится в этой зоне. Здесь не предусмотрено строительство никакого жилья. Для этой зоны. Вот это действующий сегодня нормативный акт. Кстати, сейчас работы на двух участках между Театральной и Пионерской приостановлены. Земля затоплена водой. Именно эта территория входит в проект «Золотая миля». И до тех пор, пока уровень воды не понизится хотя бы на метр, работы по берегу укреплению не возобновят. Сегодня ни о каком строительстве, ни о каком проектировании, не может быть и речи. И после сдачи, сдастся ли он в 2014 году, я сомневаюсь. У нас несколько раз наводнение еще раз смоет и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!